Всем добрый день. Пока. Тимофей готовит небольшую презентацию мою. Честно признаюсь, мне было несколько странно получить приглашение выступить на этой конференции, особенно учитывая, что фокус акции. Я всю жизнь занимался облигациями, моя компания занимается облигациями и только облигациями. Послушав первую секцию, я понял, что действительно интерес к облигациям все больше и больше. Можно попросить поднять руки, кто использует облигации в своих портфелях? Ну что ж, примерно половину. Игорь, сейчас же была тема, что даже те, кто торгует на срочке, если они голову включают, они начинают банды под обеспечение брать. Часто вообще кто голову включает, берет банды. Ну что у нас? Все есть. Отлично. Начну с того, что облигация на самом деле это просто, доходно, стабильно. Вот такой вот термин. Собственно говоря, облигация, например, с… Можно следующий? Тимофей, а есть кликер? Сейчас я… Тут, блин… Нет, ты слышишь сильно, сильно перекрыл. Так, так, так. Ну ты сейчас всю мою презентацию покажешь, и я пойду обратно. Так, это оно? Это начало? Да, это начало. На, держи. Ну, собственно говоря, маленькие цифры. С чего хотелось начать? Вот, на облигациях ОФЗ, в стратегии buy and hold, если бы вы вошли 12 июня 2015 года, можно было получить 31% годовых, ничего не делая, не перекладывая по 10 сделок в день. Заплатив один раз комиссию за покупку и сидеть два года, два года и получить такую доходность, не используя плеч, ничего такого. При этом обращаю внимание, есть у нас тут, да, обращаю внимание, что доходность этих ОФЗ, это 212, в январе 2015 года была всего на всех 16% годовых к погашению. Вот, первое, с чего нужно начать, да, если вы хотите получать доходность больше, чем к погашению, это разорвать два термина. Доходность к погашению и сколько вы можете заработать на облигациях. Чуть попозже расскажу. Текущая доходность ОФЗ 8% годовых. Собственно говоря, заработок, вот это 30%, это разница между двумя этими доходностями. Ставки упали, цены на облигации выросли. Почему это стабильно? Индекс C-Bonds за 10 лет. Видите, практически прямая с двумя просадками, 8-й год и 14-й год, причем просадки очень маленькие. Как на таком рынке зарабатывать без сильной волатильности? Вот это вопрос. На самом деле это составило 140% годовых, ой, не годовых, прошу прощения, за 10 лет. 14% годовых. Это вроде бы немного, да, казалось бы. Давайте сравним с индексом МВБ за этот же период. Там всего 8% за 10 лет. И когда я готовился к этой конференции, мне попалась такая вот интересная статистика, что практически 92% фондов, то есть профессиональных управляющих, за 5 лет, на статистике 5 лет, не смогли обыграть свой бенчмарк в Америке. Задумайтесь над этим. Конечно, я думаю, что здесь когда все присутствуют те 8%, которые обыграли этот индекс, так же, как и я. А это более большое исследование от S&P, что на протяжении 15 лет те же самые, там, больше 90% управляющих, профессиональных, не смогли обойти индексы. Вот. Поэтому вернемся еще раз вот к этим двум цифрам и подумаем, что же выгоднее. Там дивиденды учитывались тоже в этом исследовании. Вот пример тоже, вот только что приводили коллеги, что на ИЕСе 400 тысяч были превращены в 6 миллионов. Мой коллега, да, с кем я работал несколько лет назад, он благополучно уволился когда-то, начал торговать сам. И он мне как раз в конце прошлого года или в начале этого года хвастался, что он с ИЕСа сделал чуть ли не 10 миллионов. Он как раз работает в открытии, в смысле торгует через открытие. А когда я с ним встречался 3 месяца назад, когда тренд сломился по рублю, у него было всего 500 тысяч. Все очень быстро довольно-таки спустилось. Собственно говоря, облигация это не только фикс-тинком, которые вы видите в стаканах доходность к погашению. Вот это возможность зарабатывать больше, чем фикс-тинком. Фикс-тинком это то, что вам гарантировано, если вы ничего не будете делать и дождетесь погашения или оферты облигации. Если вы чуть-чуть задумаетесь и начнете торговать, то можно зарабатывать больше. Самое главное понять, что Yield to maturity это не есть ваш ПЛ на каком-то горизонте. Здесь не работает теханализ. Здесь работает макроэкономика. Здесь нужно понимать ожидания по инфляции. Здесь нужно понимать движение процентных ставок, кредитные рейтинги и прочие-прочие вещи. Кредитные рейтинги нужны для того, чтобы не потерять свои деньги. Потому что в самом плохом случае вам всего на все останется дождаться погашения. Что такое Yield to maturity? Это текущая стоимость денег. Я сейчас буквально за 10 минут попробую объяснить, как можно зарабатывать больше, чем просто Yield to maturity. На самом деле эта тема на 20 минут не укладывается никак. Представьте, у вас есть актив, который вам дает сейчас 10% годовых. Процентные ставки понижаются. Вот буквально на этой неделе Yield to maturity сказала, что на ближайшем заседании будет обсуждаться на 0.25 или на 0.5% понизим ставку. Соответственно стоимость денег в системе уменьшается. А у вас актив, который дает 10% годовых, все еще фиксировано. На него спрос будет повышаться. Соответственно, что происходит, когда спрос повышается? Цена растет. То есть вы этот актив сможете продать дороже. И обратная ситуация. Да, если ваш актив дает всего 10% годовых, а ставки повышаются. Спрос падает, ваш актив дешевеет. Собственно говоря, тогда вы теряете деньги. Или сидите и ждете погашения. Один из примеров, как это работает. Изменение процентных ставок. Здесь нарисована кривая доходности. То есть мы по X откладываем дюрацию, срок до погашения другими словами, и по Y доходность. Это нормальное состояние экономики. Это безрисковая кривая, допустим. Что происходит, если у нас процентные ставки понижаются? Эта кривая опускается. Вся кривая опускается. Если вы в позиции, то вы в плюсе. Потому что у вас актив, который дает доходность больше. Вы получаете будущий доход, чтобы уравнялась эта доходность. Если же ситуация обратная, то есть конец 2014 года, когда резко ставку подняли, то инвесторы все уходят в минус, если вы сидите в позиции. Мы вспоминаем график, насколько это упало и как быстро восстановилось. Собственно говоря, несколько вариантов торговли. Это торговля на кривой доходности. То есть вот та кривая, которую я показывал, она может двигаться вверх-вниз, она может менять свой наклон. У разных эмитентов эта кривая может выглядеть по-разному. Бывает так, что на кривой из-за того, что кто-нибудь большой игрок выходит из позиции, цена облигации падает. И к собственной кривой есть некоторая премия. Ну и обратная ситуация. То есть к собственной кривой есть дисконт. Есть сдвиг безрисковый кривой и так далее. Правда, стратегий очень много. Сейчас, к сожалению, нет времени все это рассказывать. В плане диверсификации, то есть следующая настройка. Все знают, что нельзя класть яйца в одну корзину, хотя сейчас удивительная ситуация, когда, на мой взгляд, на рынке облигаций в первом эшелоне диверсификация не нужна. Потому что диверсификация помогает вам избавиться от кредитного риска, например. Если вы работаете с первым эшелоном, кредитный риск стремится к нулю. Ну, к риску ОФЗ. Зачем вам тогда диверсификация? Надо просто понять, что сейчас будет происходить с кривой. Но, тем не менее, диверсификация нужна на стратегиях лесенка. Может быть, слышали такую вещь. Сейчас тоже не буду про нее рассказывать. И, естественно, если вы хотите работать с третьим эшелоном, с high yield, так называемым, где высока вероятность дефолта. Там нужна максимальная диверсификация. Ну и для увеличения своей эффективности всегда можно воспользоваться плечом, тем самым в repo, зависит от того, брокер дает его вам делать или не дает. Кредитные риски, которые обязательно надо учитывать. Я специально выделил категорию безопасных эмитентов. Начинающему инвестору сложно разобраться, хорошая компания или плохая. В моей практике были, например, случаи, когда инвесторы покупали с огромным удовольствием в блигации СУ-155 со словами, ну как же, по всей стране строят, входит в список 200 систем образующих компаний, а доходность к погашению через месяц составляла 50 или 60 годовых. Супер идея. Но у нее не было даже никакого кредитного рейтинга. А 50% годовых через месяц – это дефолт по умолчанию. Даже думать не надо про такие вещи. Поэтому, если вы не хотите попасть на кредитный риск, то самый первый эшелон. Смотрим на кредитные рейтинги. Было много спекуляций по поводу того, плохие международные агентства или хорошие, но тем не менее помогает работать. Вот по дефолтам просто можно взглянуть. Последнее всем известно. Пересвет, Татфонд, Нежпром, Пробизнес. Ну вот рейтинг B3. Где тут мышка? То есть видите, что все попали ниже. Итак, есть несколько простых правил для того, чтобы успешно торговать на рынке облигаций. Стандартная ошибка новичков. Смотрят на цену. Выше номинала, ниже номинала и так далее. Это не важно. Важна доходность относительно текущей безрисковой кривой. То есть даже то, что облигации России 28 торгуются 172% от номинала, это ничего не значит. Нужно понимать, какая это текущая доходность и насколько она рыночная. Доходность падает, цены растут. То есть когда вы слышите обзор аналитиков о том, что доходности на рынке падают, первая мысль, ага, все падает, все плохо. Наоборот, это хорошо, если вы в позиции. Еще один очень важный момент по выбору бумаг. Чем длиннее облигация, чем больше срок до погашения, тем более она волатильна. То есть там больше возможности как заработать, так и потерять. Та же самая Россия 28, раз уж про нее пример приводим, она с номинала выросла на 78% за какое-то время. А, например, ВТБ перпетрум падал в 2014 году до 60% или до 70% от номинала. И самое важное, что надо понимать, что рынок знает все. Вот тот термин, та мысль по поводу того, что не надо покупать облигацию сверхдоходную, которая вам кажется очень надежной. Это означает, что там есть проблемы. Как только что-то дает доходность фиксированную выше, чем средняя, значит там что-то не так. Не надо думать, что рынок недооценивает эту облигацию. То есть на процентик, да, может быть. В полтора-два раза, значит точно есть проблема у имитента. Маленький сайт как бенчмарк, да, определять вообще, что у нас сейчас происходит в экономике, на что нужно обращать внимание в плане там доход, чтобы получать доход выше, чем просто фикс-тинком. Да, как я говорил, процентные ставки вниз, облигации растут. Это сейчас происходит, у нас цикл понижения ставок идет, все замечательно. И вот индикатор OFZ IN, я его называю индикатором, потому что это облигация, которая привязана к инфляции. И если цены на эту облигацию падают, означает, что все крупные инвесторы ожидают, что инфляция будет снижаться. А если инфляция будет снижаться, то цены на облигации с фиксированным купоном будут расти. То есть можно обращать на это внимание как на бенчмарк, как некий индикатор вообще настроения рынка. Ну и собственно говоря, если вы хотите получить максимальную доходность, хотите рискнуть, потому что чем выше доходность, тем выше риск. От этого никуда не деться. Это аксиома рынка. Ожидания по инфляции идут вниз, значит можно максимизировать прибыль на том, что увеличивать дюрацию портфеля или хотя бы одной бумаги. За счет того, что волатильность таких бумаг будет выше. Еврооблигации или рублевые облигации. Тимофей просил сказать все-таки пару слов и про евробанды. Первое, на что стоит обращать внимание, опять-таки те же самые процентные ставки. У нас идет цикл понижения процентных ставок, в Америке начался цикл повышения процентных ставок. Что будет происходить с облигациями, номерированными в долларах? По макро анализу они будут падать, потому что ставки будут расти. Но относительно рублевых выпусков еврооблигаций, есть один драйвер, который может помочь вырасти нашему рынку еврооблигаций в случае отмены санкций. Собственно говоря, у меня все. Я думаю, если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Первый вопрос, который я бы сам хотел задать. Ты говоришь выше риск, выше доходность. Допустим, купил ты дальние 5-летние облигации и реализовался какой-то риск. Банды эти начали сливать. Твоя задача, наверное, если ты видишь и понимаешь ситуацию, продать эти облигации. Насколько там ликвидно все? Насколько можно будет выскочить потом из этих 5-летних облигаций без проблем? Давай начнем. Какой риск реализовался? Риск процентных ставок, кредитный риск, валютный риск. Понимаешь? Какой-то из. В первом эшелоне ликвидность все в порядке. Я не думаю, что здесь кто-то торгует объемами в одну бумагу 50-100 миллионов рублей. Хотя с удовольствием бы увидел здесь таких тоже людей. Обычно рынок облигаций – это внебиржевой рынок. Так исторически сложилось. И средний стандартный лот, когда ты, чтобы получить хорошую цену, ты поднимаешь телефон до сих пор и звонишь брокеру. Или брокер в данном случае, брокер звонит брокеру. Инвестдом звонит инвестдому. То есть я поднимаю трубку, звоню в открытие, в ТБ, еще куда-то. Говорю там, дружище, мне нужен бит, мне нужен оффер. Он у тебя какой объем? Я говорю, 100 миллионов. Окей, вот тебе хороший объем. Если я ему позвоню и скажу, что у меня 100 тысяч рублей, вот меня товарищ, скорее всего, пошлет. Но в стаканах на 100, 200, 300, до миллионов в принципе ликвидности есть. Во многих, например, в РЖД всегда стоят маркетмейкеры. На 10 миллионов в обе стороны со спредом, по-моему, 24 пипса. Вот, надеюсь, Тим ответил на твой вопрос. У нас есть вопросы в зале, можно? Окей, давайте, пожалуйста. Вот вы говорите, что облигации с высоким купоном, они рисковые. Нужно задуматься. Не совсем так. Но тут опять просто нюанс такой есть. Не с высоким купоном, а с высокой текущей доходностью. Текущей доходностью. Потому что многие облигации имитированы, скажем, в 2014 году, в начале 2015 года. Когда с высоким купоном думаешь, вот я купил длинный, как хорошо я на несколько ложился. Они же просто были в последнее время выкуплены эмитентом. Они имитентом не выкуплены, они выкуплены скорее рынком. Именно не купон смотрим, не цену смотрим, а текущую доходность к погашению аферсти. Тот самый елтуматюри, который вы видите в стакане, рядом с ценой. Это очень важно запомнить и понять. Игорь, у тебя, наверное, готовый ответ есть на самый банальный вопрос. Чем ОФЗ, например, лучше, чем депозит в банке? Он торгуемый, безрисковый и доходнее. Все-таки доходнее. А если еще добавить ИИС сюда, то вообще никаких вопросов нет. То есть ОФЗ плюс ИИС 100% выгоднее, чем банковский депозит. Об этом просто не все еще прочухали. Ну, видимо, да, еще. То есть мы это двигаем в массу как можем, как компания сфокусирована именно на бандовом рынке. Это реально самая хорошая альтернатива депозитам. То есть если у вас есть часть портфеля, которую вы рискуете, торгуете на высокорискованных инструментах, опционные стратегии и так далее, и при этом у вас есть депозит, закрывайте депозит. Правда. Вот сейчас реально уникальная ситуация. В первой секции говорили, да, много о том, что ставки падают и так далее. Как это ни странно, за последние годы было очень много сделано для того, чтобы наша экономика стала более, как это, правильной, что ли, да. То есть почему ставки в банках сейчас падают на депозиты? Хотя это первый раз за всю современную историю России. Потому что прошла серьезная чистка. И банковский бизнес, он становится потихоньку банковским. То есть банк не может привлекать деньги дороже, чем выдает кредиты. Вот все банки, которые лишаются лицензии, основная проблема была в том, что они просто аккумулилили огромное количество денег и выдавали кредиты, грубо говоря, своим компаниям. Это проигрышный вариант для самого банка. Вику Никитину вопрос. Вот. Премия по облигациям всегда должна быть выше, чем по депозиту. Вот здесь как бы это малоэкономика. А в целом, вот одним словом, лично ты как относишься к Набиуллиной и ее политике? Хорошо. Ты знаешь, да. Я бы, конечно, раньше начал снижать ставку, но, видимо, я чего-то не знаю. А почему ставка еще такая высокая, как ты думаешь? Будет ли она дальше снижаться? Да, ставка будет снижаться. Я думаю, с горизонтом полгода-год мы точно… Ну, наверное, все-таки полгода мы увидим снижение еще на пару процентов. Полгода-год, давай так все-таки. Давай поясним такой важный момент стратегический, что я так понимаю, что до тех пор, пока у нас есть ожидания, что, допустим, в течение следующего года будут дальше падать ставки по облигациям, то, в принципе, даже длинные выпуски можно безопасно относительно покупать, потому что процентный риск как бы не должен реализоваться в этом сроке. Да, совершенно верно. Вот как любая стратегия, мы должны построить какой-то фундамент под своей стратегией, построить свои ожидания. Да, вот в данном случае ожидания мои и рынка. Если вот даже посмотрим на этот слайд, да, ОФЗИН, о том, что инфляция снижается. Да, причем ОФЗИН закладывает и валютные риски, между прочим, потому что валюта также влияет на инфляцию. Многие могут сказать, что ну что там такое официальная инфляция, что такое реальная инфляция, тем не менее. Да, сейчас этот инструмент, судя по цене, никому не интересен. Никто не хочет хеджировать свои риски. А как ты думаешь, рынок облигаций, он в состоянии посылать какие-то опережающие сигналы для рынка акций? Сложно сказать. Ты знаешь, я к рынку акций довольно-таки холоден, особенно к российскому. Ну так уж исторически сложилось, что просто фанатинка облигаций. Да, Андрей, вопрос. Андрей, задаст вопрос, кстати, последний, потому что у нас время. Игорь, а я вот не совсем понял вашу ремарку про падение доходности в облигации российских случаев снятия санкций. Правильно же, да, вы сказали? Да. А куда ему там уже спред получается, доходы с 3-4 процента, то есть спред к аналогам американским минимальный, куда вообще падать-то им? Ну, опять-таки же возвращаем. Скорее, наоборот, я бы ждал там… Снятие санкций означает, что большему количеству инвесторов будут доступны эти инструменты. На всякий случай обращу внимание, что в прошлом году Россия разместила еврооблигации. На Россию санкций нету. Спрос был огромный. Да, потому что все-таки это госдолг, который считается практически безрисковым. У него есть, конечно, премия к американским трежерис. И как раз пока есть разница, тот самый carry trade, есть возможность входа новых инвесторов. Вы берете дешевые относительно деньги в долларах в Штатах под 2 процента, инвестируете в более рискованные активы, там те же суверенные выпуски еврооблигаций российских под 4 процента. У вас 2 процента разница. Плюс вы можете купить еще CDS, захеджироваться. Это то, чем занимаются крупные инвестбанки. На самом деле, по объему рынка, рынок облигаций на втором месте в мире после Форекса. Ну, настоящего Форекса имеется в виду, а не вот такого местечкового. Окей, Игорь, скажи просто одним словом, как с тобой связаться, чтобы задать вопросы, каким бизнесом ты занимаешься? Сори, я уже следующую презу включил. А, там были твои контакты, да? Там были мои контакты, да. Повторюсь, я занимаюсь бизнесом, который называется облигацией. Вот, я с коллегами там два, уже три года назад на самом деле основали компанию, как раз для частных инвесторов, которые хотят… Запишите e-mail, если будет вопрос. У тебя брокер, который специализируется на облигациях? Да, брокер, специализирующий на облигациях. Собственно говоря, у нас есть мобильное приложение, где вы найдете 24 часа в сутки котировки на облигации к вопросу ликвидности. Да. Даже когда биржа закрыта. То есть там еще вне биржа каким-то образом чувствуется? Да, 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 совершенно верно. У нас есть маркет-мейкеры, которые дают эту ликвидность для частных лиц. Спасибо, Игорь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова